Сначала. Есть. Антон! Пошла! Текай! Текай! 30-метровая труба неработающей котельни в Харьковской области пойдет на буржуги для военнослужащих. Братья Геннадий Неманихин и Юрий Пономаренко решили, что металл можно использовать по-новому. На своей печи первые заказы начали получать еще весной. Тогда для их изготовления использовали отработанные газовые баллоны. Буржуйки стали быстро набирать популярность. Вот это варочная поверхность. Вот так вот. Открыли, поставили сюда, куда надо. Вот, видите, это поддувало. Закрыл-открыл. Открыть производство буржуев братьям помог местный предприниматель. Деньги на материалы давали все неравнодушные. Для старта собрали 150 тысяч гривен. Геннадий и Юрий открыли цех, где сейчас работают 6 человек. Раньше делали по 6 буржуек в день. Сейчас из-за проблем с электричеством в половину меньше. Вы знаете, скажу вам честно. Вы знаете, скажу вам честно. Немного потребность упала. Видимо, их уже много начали доставлять. Но дело в том, что мы делаем вообще бесплатно. Мы ни копейки ни с кого не берем. Там пишут для ВСУ скидки. Но мы делаем все бесплатно для ВСУ. Юрий по профессии сварщик. Первые буржуйки на фронт братья начали делать еще в 2014 году. Для нас самое ценное – это наша победа. И еще самое ценное, чтобы солдату было там тепло. Если будет тепло и солдат будет сухой, то все будет хорошо. Победа будет за нами. За последние три месяца харьковчане сделали 76 буржуйок. Большую часть передали военнослужащим, которые участвовали в освобождении Херсонской области. Остальные – на обогрев населенные пункты деоккупированных территорий Харьковской. Сейчас выполняют заказы от штурмовиков. Делают мини-буржуйки и вертикальные печи. Нас парни попросили для Дзота. Там места совсем мало, поэтому это горизонтальное. Ее некуда там ставить. А вертикальную – запросто. Название проекта «Подари тепло солдату» придумала супруга одного из братьев. Светлана говорит, когда отправляют очередную буржуйку на фронт, в посылку добавляют сладости и консервацию от жителей их поселка. Я даже вот мы едем и говорим, что мы едем. Одной семье на улице звоню, нам, говорю, надо догрузиться. Мы заезжаем на улицу уже с буржуйками, а за нами с трех-четырех дворов люди бегут сзади. Мы доезжаем, говорю, нам ставить некуда. У нас огромные буржуйки, их десять. Вот наш автобус. И у нас мало места. Но мы где можем, запихиваем банки. После отправки таких печек украинские военнослужащие присылают отзывы. Спасибо вам за ваши буржуйки портативные. Отвезем на передок нашим попротивам. Будут сохранять тепло. Вы повышаете нашу боевую способность. Спасибо вам. Сейчас производство затрудняется тем, что в области действует режим аварийных отключений электроэнергии. Поэтому волонтеры организовали сбор средств на генератор, чтобы продлить рабочий день мастеров и увеличить количество изготовленных печек. Наталья Белокудри, Андрей Домовой из Харьковской области. Для телеканала Freedom.